В какой-то момент, то есть, пример моих братьев, которые оба военными стали, поступили в военное училище, и один из них до сих пор очень для меня, то есть, как бы, он для меня выдающийся военный, и отличный офицер, патриот, просто, который получил ранение, все, и воевал очень долго, и, то есть, до последнего времени, то есть, он воевал. Вот, и я в какой-то момент решил, что я стану тоже военным, и поехал поступать в Петербург, в военное училище, и уже там понял, что нет, вы понимаете? Когда я понял, я уже сдал пару экзаменов на пятерки, причем это военное училище, войск ПВО было, там политическое и так далее, я не знаю, что мною овладело, но, на счастье мое, я потерял комсомольский билет по дороге, пока я ехал в училище, мне сказали, вы же не можете у нас теперь учиться, у вас нет комсомольского билета, и я срочно, срочно вернулся, поступил, тогда еще первое мое высшее образование в педагогический вуз, вот, и вот эта судьбоносная потеря комсомольского билета, наверное, она сыграла роль в моей жизни, в которой я перед собой, как мечту, будущую профессию, ну, может, даже не совсем представлял, я просто был непосредственно творческим, спортивным, пел, выходил на сцену, я играл на фортепиано в какой-то момент и так далее, а кем стать, я не представлял вплоть до окончания 10 класса, поэтому, вы знаете, наверное, в моей жизни произошел спонтанный разворот моей судьбы, который привел в результате вот и к сцене, и к телевидению, и к науке в то же время, потому что именно в том вузе я изучил диссертацию, и я желаю такой же судьбы, наверное, и своим детям. Субтитры подогнал «Симон»